Добрый день, дорогие подписчики и гости этого канала. По итогам последних видео оказалось, что тема Асидстора достаточно востребована, и для моих подписчиков в том числе. Поэтому я решил создать полный гайд по тому, как открыть свой магазин на Юнити, заработать на нём денег и, собственно, их отсюда вывести. А начнём мы с того, что найдём, собственно, сам сайт Юнити. Если кто не знает, вот ссылка, я её также кину в описании. Далее, здесь у нас есть кнопочка, называется Publisher Login. На неё щёлкаем, и нам предлагают войти. Но, так как у меня, допустим, нету магазина, а я его только хочу открыть, нажимаем Create a Юнити ID. Заполняем, собственно, данные, e-mail, пароль, ваш логин и ваше имя. Выбираем тут страну, там, не знаю, Россия, Нигерия, там Австралия, кто откуда. И проходим такую миленькую капчу. А здесь нам предлагают щёлкнуть на руку. В прошлый раз мне предлагали щёлкнуть на цветочек, но его здесь сейчас нет. А далее, нажимаем галочку, что мы согласны с правилами Юнити и политикой приватности. А можно также подписаться на рассылку Юнити о новостях, скидках и прочем. Но мне это нафиг не надо, поэтому я здесь галочку не ставлю. Отлично, теперь нас просят подтвердить наш e-mail. А очень всё просто, идём на свою почту, куда мы, собственно, регистрировали этот аккаунт. И почему-то на гуглскую почту мне письмо не приходит уже в течение минут так десяти. А на Яндекс пришло, ну, практически мгновенно. После того, как вы подтвердили свой e-mail адрес, вам предложат ввести информацию о вашем магазинчике. А здесь всё очень просто. Отпишем, как бы, название магазинчика, ссылку на наш основной магазин, либо основной веб-сайт. Далее. Отпишем описание магазинчика, то есть, кто мы такие, что мы здесь продаём, ну и всё в таком роде. А теперь, поддержка пользователя. Здесь мы можем вставить, в принципе, ту же самую ссылку. Я в целом вставляю ссылку на YouTube. А здесь всё остальное уже, как бы, подставляется автоматически. Те данные, которые мы регистрировали в самом начале. Далее, ниже, мы можем подключить, как бы, Google Analytics. Но это уже так, для более прошаренных пользователей. Ай, прежде всего, я рекомендую настроить шапку вашего магазина. То есть, размер у неё 860 на 389. У Unity, например, это просто логотип самого. У Unity вот такой вот крупный. Сюда можно вставить какую-нибудь картинку вашего главного асита, не знаю, вашу фотографию или какую-нибудь картинку просто. Зачем нужен вот этот маленький размер, я понятия не имею. Он мне нигде никогда не попадался. Поэтому тут я вам, к сожалению, помочь не смогу. Ну а теперь пройдёмся по всем вкладкам, которые есть здесь в магазине. Значит, первая вкладка Package. То есть, все аситы, которые у нас здесь есть в магазине. Здесь есть три категории. Опубликованные, на модерации и отклонены. А здесь также указана о них вся информация. То есть, их версия, их название, сколько они стоят, сколько они весят. А когда они были загружены и когда они были созданы. То есть, created это, когда мы сюда вообще загрузили на сайт. А published это, когда она прошла модерацию. И здесь можно увидеть, что числа сильно отличаются. Допустим, в первых трёх всего лишь в три дня разница. А вот в последних двух уже как минимум недели-полторы. Но на самом деле это длилось намного дольше. А далее вкладка Upgrades. А сюда мы можем загружать свои обновления. Как платные, так и бесплатные. То есть, нажимаем Create New Upgrade. И у нас есть два вида. Первый, мажор-версия. То есть, это расширенная версия нашего асета. Например, какое-либо дополнение. К примеру, ещё одна какая-нибудь модель. А если мы выберем Light Edition, то наоборот, это урезанная версия. Её можно сделать вообще бесплатной. А далее выбираем какой-нибудь, так сказать, асет. У меня вот доступен сейчас томогавка-нож. И я могу просто этот асет слить с каким-нибудь из этих. То есть, например, эти две модели из асета добавятся куда-нибудь ещё. Например, вот сюда. И итоговая цена на них будет всего лишь, например, 3 доллара. А так они будут стоить 4. Давайте даже 2 сделаем. И, так сказать, Grace Days, льготные дни. Так сказать, отсрочка. А здесь указываем число именно в днях. А здесь также на английском более подробное описание, что для чего нужно. Вот, так что, если хотите, почитайте. Как бы основную информацию я вам здесь уже рассказал. Далее, Sales. А здесь показываются скидки, которые действуют в этом месяце на какой-либо из наших асетов. У меня, например, действует на томогавку-нож. Сейчас скидка. Точнее, она действовала в ноябре 2016 года. И он был по этой скидке куплен один раз. Например, сейчас в январе у меня идёт скидка на нож. Он стоит сейчас как бы 2 доллара. И один раз его тоже уже купили. То есть здесь уже можно посмотреть, как бы его цена, количество, сколько купили, сколько вернули и сколько возвратов именно денег. И затем, как бы, день первой покупки и день последней покупки. Далее, Freedom Loads. Здесь мы можем смотреть, сколько наши модели были загружены бесплатно. Например, вот эта вот моделька бесплатная от зомби. И, наверное, не зря, потому что её загружают буквально по тысяче раз каждый месяц. То есть в этом месяце половина уже прошла 16 дней. И вот почти 500 раз уже был загружен. А здесь можно также по месяцам посмотреть, сколько, когда она была загружена. Ну, например, декабрь 2015 года. И так как здесь, как бы, никаких закачек не было, потому что модель ещё не была опубликована, то здесь, соответственно, ничего нет. Если поставить декабрь 2016 года, то эта дико лагающая вкладка покажет мне, сколько загрузок было именно в этом месяце. Вот, 929. И, кстати, нажав на эту кнопочку, можно как раз открыть этот asset. И также первый день, когда была загружена эта модель бесплатный, и последний день, то есть это учитывается именно день конкретного месяца. Далее вкладочка revenue, то есть доход. А здесь можно увидеть весь доход, который у вас как бы начислен. А здесь всё очень скромненько, простенько. Ну, так как я не занимаюсь магазином вплотную, то и, соответственно, доход здесь такой вот скромненький. Далее, верификация. Здесь вы можете проверить оплату по каждому вашему asset. Но если вы только создали свой магазин, то вам сейчас это вообще не нужно, поверьте. Далее, vouchers. Так называемые халявщики. А здесь отображаются пользователи, которым мы подарили свои бесплатные ключи. Например, так как я дарю свои ключи от стима пользователям на ютубе, подписчикам, а также могу дарить и вот такие вот ключики вот своих хассетов на юните. А вот, кстати, бесплатный ключик. Кто успел, тот и съел, забирайте. Мне не жалко. Он еще никем не использован, потому что был создан как раз-таки сегодня, ну, примерно час назад. Но здесь есть очень важное ограничение, что вы можете давать всего лишь 12 бесплатных ключей на один пакет в течение года. А также очень важно, что за эти ключи запрещено получать какую-либо плату и вообще их, собственно, монетизировать. Вот такие вот они, жадные. А чтобы добавить такой ключ, мы выбираем здесь нужный нам асет, который мы хотим раздать бесплатно, и нажимаем здесь крит ваучер. Далее, тут загенерируется код. В данном случае у меня это был вот такой вот код. И все, вы можете с ним, им, с кем-нибудь поделиться. А далее, вкладка users. Здесь мы можем добавить еще одного пользователя, так сказать, владельца нашего магазина. Пишем здесь email адрес и нажимаем кнопку add. Но этот адрес не должен быть зарегистрирован как магазин, скажем так, в юните. Так как если у него уже будет привязан магазин к этому email адресу, то добавить сюда его не получится. И, наконец, вкладка payout, где содержится вся ваша платежная информация. А я рекомендую указывать здесь только настоящие данные, так как в противном случае вам просто не будут перечислять деньги, как, например, когда-то это было у меня. А здесь доступно три вывода денег, три метода. Но для России подойдет, пожалуй, только PayPal. А здесь нужно просто указать email адрес вашего PayPal аккаунта. То есть email адрес, на который этот ваш PayPal аккаунт зарегистрирован. И именно на него раз в месяц будут переводиться средства. А переводятся они, как правило, в середине месяца. Но об этом также будет подробно написано во вкладке revenue. Например, здесь у меня вот сейчас написано, что общий доход за декабрь всего как бы 5 долларов. А раньше вот payout November, то есть а вывод денег за ноябрь на PayPal целый доллар. Я прям скажу, шмотбак. И вот число. То есть от 14 декабря. И практически все payout, они были сделаны в пределах 15-14 числа. Ну и, собственно, вкладка info, с которой мы все это начали. А теперь посмотрим, как создать новый пакет. Только для начала посмотрим, как его отсюда удалить. Потому что сейчас я стекаю именно так. Значит, открываем пакет, а так называемый asset. И здесь есть кнопка remove. Этим мы удалим именно сам asset. Но чтобы удалить именно саму позицию списка asset, нужно нажать здесь drill draft. Окей. Все, теперь он отсюда пропал. Значит, снова перехожу в паблишер и нажимаю create new package. Значит, здесь теперь нам предлагают ввести информацию. Версия 0.1.0 оставляю. Изменения версии первый релиз также можно оставить. Категория. У меня это будет, скажем так, комплект project templates. И цену поставлю в 5 долларов. И на всякий случай добавлю пометку, что это видео для ютуба. Нажимаю здесь save и подожду, пока это все здесь обновится. Вот пошло обновление автоматически. А далее, здесь мы можем помимо английского добавить еще какой-либо язык, но также надо будет добавить различные видео, скриншоты и аудио именно на этом языке. А значит, метадата. Нажимаем edit и заполняем здесь описание и название. А это будет отображаться в этом столбике. То есть, вот название и вот описание. Просто для примера, как бы сюда тоже вставлю. И теги. А теги подбирайте такие, чтобы относились так или иначе к вашему асету. Например, zombie city 2D тоже подойдет. А все теги, кстати, через запятую ставим. И, пожалуй, руины. Все этого будет достаточно. Нажимаем save и возвращаемся. Далее, key images. Нажимаем edit и загружаем сюда ключевые изображения. Но такой вопрос, где же их взять? Здесь, конечно, уже указаны размеры, но на первый раз можно налажать, поэтому сразу сделаем все красиво. Сразу из нашего магазинчика загрузим его отсюда, чтобы ссылки так по сто раз не искать. А вот, типа не загружен никакой асет, воспользуйтесь, пожалуйста, нашим инструментом. Нажимаем сюда, у нас открывается эта ссылка. Менее такой геморрный путь. И нажимаем open in unity. Но, тем не менее, я просто нажму import. И снова import. Отлично. У меня здесь уже готова папка с проектом, который я хочу залить. Ну, на самом деле, это просто как бы такой шаблон для демонстрации. Значит, что мне нужно сделать? У нас появилось здесь пункт в меню, asset store tools. Здесь нажимаем wide lines. Листаем здесь до седьмого пункта. Так. И теперь здесь внимательно смотрим. Вот они, две ссылки. Нам нужна вот эта вторая, templates. А сохраняем. Ну, у меня он уже сохранен. А там будут две папки, psd и png. А в png как бы просто такие превью. А вот в psd уже у нас есть готовые шаблоны. У меня они уже открыты. И изначально будут выглядеть вот таким образом. А вот в этой зеленой папке, она обозначена здесь зеленым цветом, в нее мы будем загружать нашу картинку. А вот эту в фиолетовую мы просто прячем. То же самое касается и всех остальных. То есть, изначально она будет такая. Изначально она будет вот такой. А мы ее прячем, загружаем свою картинку в папку. Опять же, просто для примера. И также вот эти голубые линии, бирюзовые, нам показывают как бы положение. Например, здесь показывается положение того, где будет написан текст. То есть, это удобно, чтобы подогнать картинку максимально так красиво. Все, сохраняем каждую из этих деталек в png. Идем обратно в наш магазин. Напоминаю, что мы здесь включали вот эти key images. И просто загружаем их сюда. Отлично, загрузили все три картинки. Можно также загрузить специально для социальных сетей. Но здесь очень важно, что картинка не должна содержать какой-либо текст, логотип и водяной знак. И также, пожалуйста, размещайте важные элементы изображения наверху, внизу или в правом углу. То есть, где-то вот в этой такой вот области. Ну, в принципе, вот это загружать уже не обязательно. По крайней мере, я никогда не загружал. Далее у нас идет аудио и видео. Здесь вообще все просто. Также здесь можно загрузить еще и 3D-модель, которую можно так вот покрутить. Как на Sketchfab, например. Для видео здесь есть YouTube Vimeo. Для аудио SoundCloud и Mixcloud. И, собственно, для модели Sketchfab. А чтобы добавить на YouTube, как бы здесь просто вставляем ссылку. Да и, в принципе, со всем остальным нужно просто вставить ссылку. Ну, здесь все очень просто. Далее, скриншоты. Сюда мы загружаем просто тупо скриншоты, которые будут отображаться под моделью. Например, вот в случае с этой катаной, вот эти скриншоты. То есть, все очень просто тоже. На скриншоты можно добавлять логотипы, текст. Как бы это уже не запрещено. Просто нажимаем Insert Image и добавляем необходимые скриншоты. Все, с этим мы закончили. Теперь осталось только загрузить модель, а, собственно, на сам магазин. Для этого возвращаемся в Unity. Нажимаем Asset Store Package Upload. И здесь ищем ту позицию в списке, которую мы создали ранее. В моем случае это вот этот Zombo Nation. Я его выбираю. Теперь мне нужно выбрать все папки, которые относятся к этому асету. В моем случае это папка Zombo Nation, которая содержит все необходимые материалы. Далее. Необходимо выбрать главные асеты, которые будут видны в магазине. Например, здесь у меня в катане выбраны три катаны. И здесь можно посмотреть их текстурки, их материалы и так далее. Единственное, что здесь нельзя посмотреть 3D модельки. Они здесь, конечно, отображаются, но просто вот в таком вот варианте. Их не повертеть, ничего нельзя. А, значит, нажимаю Select. И выбираю, например, персонажей и врагов. Окей. Кстати, если нажать превью, можно посмотреть прямо вот здесь, что это вообще за асет. Нажимаю Down. И все, загружаю пакет. У меня в папке Temp появился этот асет. Его здесь удалять нельзя. И здесь Uploading. Вот такой вот он быстренький и все. Я даже не успеваю говорить, а он уже все загрузил. Далее. Возвращаемся обратно в магазин. И нажимаем Refresh. Все. Наш асет загружен. Мы видим версию Unity, из которой мы загрузили. А, собственно, дату загрузки и сколько все это дело весит. Мы можем удалить и загрузить какой-нибудь другой асет. Или, если мы что-то просто сделали не так, тоже удаляем и заливаем заново, но уже правильно. Далее. Чтобы опубликовать асет, нажимаем, что мы согласны. И нажимаем Submit Package for Approval. То есть отправить наш асет на модерацию. Но я этого делать не буду, так как он еще не закончен. А вместо всего этого, я просто нажму Go Back. И на этом, так сказать, видео можно закончить. Я показал вам, как создать свой магазинчик в Unity. Как его оформить. А где какая информация находится, чтобы вы могли здесь свободно ориентироваться. Показал, как загружать свои асеты в этот магазин. И как отсюда выводить деньги. Надеюсь, это видео не слишком сильно вас утомило. И если оно вам понравилось, обязательно ставьте лайк. И подписывайтесь на новые ролики. Делитесь видео со своими друзьями. И создавайте свои хорошие асеты. С вами был Арталаски. И я с вами не прощаюсь, а приглашаю посмотреть другие мои видеоролики. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!